Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 534, тема «Взаимоотношения». 1 Коринфянам 11.3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. А разве жене Бог не глава? И она разве не может обращаться непосредственно к Богу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дело доходило до того, рассказывают, что на одном из соборов ставился вопрос, есть ли у женщины душа, ибо в Библии нигде об этом прямо не говорится. Большинством в один голос было решено, что у нее есть душа. Из чего состоит мужчина, – вопрошает писатель и отвечает, – души, тело и паспорта. А из чего состоит женщина? Тело, паспорта и платья. Бог – глава всем. И когда говорится о мужчине в обращении, то почти всегда подразумевается с ним вместе и женщина. Бытие 1.27 «Не сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Только для женщины на молитве нужен знак, чтобы его видели ангелы. 1 Коринфянам 11.10 «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Женщина должна молиться с покрытой головой. Из житий святых известно, что даже священники обращались с просьбами к женщинам, как Зосима, к Марии Египетской, чтобы она помолилась о них. Нам очень трудно постоянно помнить о том, что душа не имеет пола, и мы видим пред собой только внешнюю оболочку – хижину, в которой обитает душа. Но эта хижина даёт тон, настрой, вкус, и её только принимают во внимание, забывая о душе».